Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и видео из разряда просили показываю. Существует замечательная методика, которая называется исключение предметов, ну и соответственно существует ее альтернативный вариант. В некоторых случаях он даже более эффективно используется в отношении определенных лиц клиентов, не клиентов, пациентов скорее надо сказать. Существует методика исключения лишнего слова, она мною очень любима, исключение предметов конечно вне конкуренции, а исключение лишнего слова некая подмена, замена, иногда ретест относительно методики исключения предметов. И в данном случае меня попросили показать инструкцию к этой самой методике, я ее с легкостью вам показываю. Зачитываю. Исключение, обратите внимание, это инструкция для методики исключения лишнего слова, не для исключения предметов, а для исключения лишнего слова. Тут есть существенное различие в этом вопросе. В каждой строке предлагается ряд слов, вам необходимо из пяти слов исключить один предмет или слово, которое не подходит к остальным исходным родовым понятиям. Вот именно так, с такой некоторой сложностью, родовые понятия и так далее, то есть надо зачитывать эту инструкцию и давать ее испытуемым. И отступать от такой инструкции, от этой данной инструкции нельзя ни в коем случае. Стандартность инструктажа одно из основных и главенствующих правил при проведении каких-либо патопсихологических экспериментов в отношении ваших больных пациентов, клиентов. При, еще раз повторюсь, при исключении лишнего слова, вот такая инструкция, при исключении лишних предметов, другая инструкция. Если будет запрос, я вам обязательно ее покажу и продемонстрирую. На этом все, благодарю вас за внимание и удачи!